Здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги. Давайте начнем наш сегодняшний вебинар, тема которого нейроигры и упражнения как эффективное средство развития психических процессов у детей с ОВЗ. В анонсе нашего сегодняшнего вебинара вы, наверное, увидели содержательные вопросы вебинара, по которым мы сегодня с вами пройдем. Первый вопрос, который мы сегодня с вами рассмотрим, это категория детей с ОВЗ, особенности их высших психических функций. Мы рассмотрим, как внимание, память, мышление и другие высшие психические функции, какие моменты необходимо отмечать у детей с разной нозологией. Следующий второй вопрос, он у нас будет такой небольшой, коротенький, это особенности нейроигр и упражнений. И третий вопрос, это сами практические нейроигры, сами практические упражнения, которые вы можете использовать, они являются, можно сказать, такими, не то что универсальными, но их можно использовать с детьми с различными нозологиями, с детьми с различными нарушениями. Ну, давайте приступим к нашему первому вопросу. Это категория детей с ОВЗ и особенности их высших психических функций. Так, минутку, чтобы слайд не переключается. Минуту. Что-то там. Сейчас, минутку, почему-то не переключается слайд. Прошу прощения, что-то с презентацией сейчас. Татьяна Викторовна, можете вы нам помочь? Сейчас, прошу прощения. Перезагружу презентацию еще разочек и мы с вами продолжим. Но первая нозология, о которой мы с вами поговорим, это будут дети с нарушением слуха. Сейчас, минуту. Попробую в другом формате, возможно, другой формат он у нас пропустит и мы с вами начнем. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Первая категория детей, о которой мы с вами поговорим, это дети с нарушением слуха. Сюда у нас входят дети глухие и слабослышащие. Двустороннее нарушение слуховой функции, речевое общение затруднено или невозможно. И у этих детей нарушен вестибулярный аппарат. Если мы говорим о восприятии этих детей, то у них доминирует зрительное восприятие, это восприятие тонко дифференцированных структур, устной речи, мимики, жестов. Дополнительный канал – это кожный анализатор и вибрационная чувствительность. Если мы говорим о мышлении, то у этих детей снижены аналитические способности. Они не умеют выделять свойства и отношения объектов. Не то, что они не совсем не умеют, но у них это очень сильно затруднено. При этом название объектов и у них мышление наглядно-действенное. Если мы с вами говорим о речи, это отсутствие внутренней речи, отсутствие при планировании, нет логичности и последовательности, также нет выделения ни главного, они не делят главное на частное. Память хорошая, наглядно-образная, и за счет того, что у них идет нарушение слуха, естественно, отсутствие слуховой памяти. Либо, если она есть, то очень-очень низкие показатели. Если мы с вами говорим о внимании, это отсутствие слухового внимания, концентрация на губах говорящего, поэтому, когда вы даете какую-то информацию, естественно, старайтесь делать это так, чтобы дети с нарушением слуха видели губы говорящего. Устойчивость внимания зависит от видов деятельности, и у детей с этим нарушением есть трудности в переключении внимания. Если говорить о движениях, то это плохая координация, неуверенность, медленное владение двигательными навыками, трудность в сохранении статического и динамического равновесия. Именно вот здесь наши нейроигры и наши нейроупражнения, они будут способствовать именно развитию движений и развитию координации. Не развита пространственная ориентировка. Эти дети медлительны, у них проблемы с мелкой моторикой, и нет согласованности и переключаемости. Если говорить о поведении, они могут быть импульсивны, эгоцентричны, ригидны, но при этом они трудолюбивы. Если мы с вами говорим о детях с нарушением зрения, сюда у нас входят следующие категории. Это незрячие и слабовидящие, органическое поражение зрительного анализатора, и дети не могут использовать зрение в ориентировочной и познавательной деятельности. Если мы с вами говорим о восприятии, нет полноты и целостности, и восприятие осязательно-двигательное и двигательное-слуховое, то есть дети при восприятии с нарушением зрения, они, ну, все мы с вами понимаем, что либо они ощупывают тот или иной предмет, а ту или иную окружающую действительность, и точно так же они опираются на слуховые анализаторы. Если мы с вами говорим о мышлении, опять же, тоже нет целостности, сужены понятия, они имеют обоснованных суждений и заключений, мышление у них словесно-логическое у незрячих детей. Если же зрение было или они слабовидящие, то у них мышление наглядно-образное, но, опять же, оно очень слабо развито. Если мы с вами говорим о речи, речь развивается очень медленно, она нет у ребенка соответствия слова и образа, потому что он не видит. Если у ребенка есть хотя бы слабое видение, то часть образов он может воспроизвести, но при этом все равно очень слабое соответствие слов и образов. Речь чаще всего формальная. Если мы с вами говорим о памяти, то это быстрое забывание, потому что, опять же, ребенок не может запечатлеть свои образы. В памяти ограниченный объем, медленное запоминание, плохая долговременная, но хорошая кратковременная слуховая и осязательная память. Мы с вами, опять же, понимаем, что идут у нас компенсаторные функции. За счет того, что у ребенка есть нарушение зрения, то, значит, слуховая и осязательная память и слуховые и осязательные анализаторы будут работать в повышенном объеме. И также память очень хорошо развитая, словесно-логическая. Если мы с вами говорим о внимании, то преобладает непроизвольное внимание, переключение на второстепенные объекты. При этом ребенок рассеян. За счет того, что работают другие анализаторы, высокая утомляемость, низкий объем памяти, внимание, хаотичность и отсутствие целенаправленности, как я уже сказала, преобладание непроизвольного внимания. Если мы с вами говорим о движениях, соответственно, за счет того, что снижен зрительный анализатор, либо его восприятие совсем нарушено, то трудность в пространственной ориентировке и формирование двигательных навыков, опять же, снижена. Двигательная активность, нет точности, нет координации, двигательная расторможенность. Если мы с вами говорим о поведении, чаще эти дети сдержаны, ригидны, суетливы, неорганизованы, но при этом они могут быть конфликтными и возможен невроз в виде неврастении. Следующий момент – это у нас дети группа так называемых речевиков. Сюда у нас входит тяжелое нарушение речи, нарушение коммуникативной и познавательной, то есть обобщающие функции речи. Сюда можно подключить Алексея, полное отсутствие речи, неспособность ее к усвоению, дислексия – это трудность овладевания чтением, заикания и так далее. И разные психофизические отклонения тоже входят сюда, в эту категорию. Что же у нас по всем нашим этим параметрам у детей с нарушением речи? Если говорить о восприятии, это нарушение слухового, речевого, зрительного и кинестетического восприятия. Трудность восприятия при усложненных условиях снижена целостность и поверхностность восприятия, то есть воспринимается поверхностно и нецелостно. Если мы с вами говорим о мышлении, то за счет того, что нарушена речь, мы с вами понимаем, что идет отставание сноэсно-логического мышления, происходят трудности в анализе, синтезе, сравнении и обобщении. То есть функция мышления здесь у нас тоже нарушена. Если мы с вами говорим о речи, ну, категория детей с нарушением речи, естественно, это либо неправильность, невнятность в произношении звуков, либо совершенно отсутствие речи, расхождение между звуком произносимого слова и его образом, то есть образ звука в нашей буквы ребенок либо не запоминает, либо он заменяет, либо, как я уже сказала, либо не запоминает, либо заменяет, либо он его не знает, либо он его воспринимает за другой звук. Если мы с вами говорим о памяти, то сниженная вербальная сохранена логическая и смысловая память, то есть когда мы подаем материал детям с нарушением речи, то мы должны подавать этот материал с логическим и смысловым подтекстом, то есть ребенок наш должен увидеть логику и смысл. При этом низкая продуктивность в памяти очень плохо запоминает ребенок данную информацию. Если мы с вами говорим о внимании, внимание у детей с нарушением речи, оно неустойчиво, оно ограничено и ограничено в распределении, то есть когда мы даем задание, инструкцию мы даем порционно, не всю инструкцию вываливаем на ребенка, так что он не успевает скоординировать свои движения, сопоставить план движения, а мы даем эту информацию дозировано порциями. Следующее, это если мы с вами говорим о движениях, казалось бы, нарушена речь, но при этом у детей с нарушением речи нет координации и ловкости, эти дети медлительны, нарушена тонкая и мелкая моторика. Но здесь мы отлично с вами понимаем, если мы начинаем заниматься занятиями на развитии мелкой моторики, то частично у нас за счет того, что центр речи и центр активизируется, который двигает наши руки, соответственно здесь у нас идет активизация и речевого центра. За счет этого мы можем немножечко потянуть и речь детей, если опять же это возможно. Следующий момент, это поведение у детей с нарушением речи может быть из крайности в крайность по самооценке. Она может быть либо сильно занижена, либо неадекватно завышена самооценка. Эти дети могут быть раздражительны, обидчивы, очень быстро меняют свои интересы и свои увлечения. Если мы с вами говорим о следующей категории детей, это дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, это дети с ДЦП, детский церебральный паралич и поражение спинного мозга, а также органическое поражение двигательных центров головного или спинного мозга ведет к невозможности или частичному нарушению движений. Наверное, вы сейчас заметили, что раньше по большей части у нас именно дети с ОВЗ, дети с инвалидностью были очень большой процент это нарушение опорно-двигательного аппарата. Что у детей по нарушению опорно-двигательного аппарата? Так, один слайд перескочил. По восприятию. Им сложно воспринимать формы и объемы. Если мы с вами говорим о мышлении, то здесь сложность с абстрактными и пространственно-временными понятиями. Мышление идет медленнее, замедленность мышления. Речь нарушена артикуляция за счет иногда и спазма некоторых мышц. Искажение фонетического произвести звуков или их замена. Нарушен анализ звукового состава слова. Дети очень часто не могут различить звуки на слух, повторить слоги и выделить звуки. Здесь за счет того, что им это сложно дается, то у нас происходит медленное увеличение лексики, то есть словарный запас у нас пополняется очень медленно. И за счет того, что ребенок, ну, у него нарушена артикуляция, он медленно увеличивает свой словарный запас. Здесь у нас идет недоразвитие опять же устной речи. Но за счет того, что у нас идет недоразвитие устной речи, соответственно, могут быть проблемы и с письменной речью. Если мы с вами говорим про память, память слабая, образная, хорошая, механическая, трудность и последовательное запоминание. Это касаемо детей с целым нарушением опорно-двигательного аппарата. Если мы с вами говорим об их внимании, то внимания, им сложно концентрироваться на каких-либо объектах, им сложно сосредотачиваться на каких-либо объектах. И за счет этого у нас, естественно, страдает и наша память. Если мы с вами говорим о движениях, то движение очень часто, но опять же, зависит от уровня заболевания, от степени заболевания. Если мы с вами говорим про движение у детей с ДЦП или с нарушениями опорно-двигательного аппарата, то здесь у нас патология перераспределения мышечного тонуса, а здесь у нас может быть какие-то мышцы находиться в тонусе, а какие-то наоборот в гипотонусе, а здесь снижение силы мышц, нарушение взаимодействия между категориями мышц. У этих детей очень часто движения неловкие, несоразмерные и неполные по объему, то есть, либо неполные по амплитуде, ребенок зачастую не может выполнить то или иное упражнение. на это тоже необходимо обращать внимание, когда мы делаем меры упражнения. Если мы с вами говорим о поведении этих детей, то очень часто у них повышенная эмоциональная возбудимость, руководство эмоциями удовольствия, чрезмерная впечатлительность, склонность к страхам, за счет всех этих нарушений очень часто инфантилизм и эгоцентричность. Здесь у нас опять же еще играет роль отношения взрослых, отношения коллектива к ребенку, на какое отношение они сами проявляют к ребенку. И здесь ребенок может не подчиняться требованиям коллектива, то есть, идти против коллектива. Следующая наша категория, так называемый седьмой вид, это задержка психического развития или ЗПР. Что у нас происходит здесь? У нас замедлен темп формирования высших психических функций, стойкое состояние незрелости эмоционально-волевой сферы и интеллектуальная недостаточность. Если мы с вами говорим о восприятии нецелостности восприятия и последовательности, затруднения при новых ракурсах, если говорим о мышлении, то есть, нижняя познавательная активность, наглядно-действенное мышление, то есть, то, что мы увидели и хорошо этим можем оперировать, нарушены пространственные представления, преобладание анализа, инертность и ригидность и смещение с главного на частности, то есть, на второстепенное. ребенок здесь главным моментом может не уделять внимания совсем. Если говорим о речи, то бедная лексика, небольшой словарный запас, речь бессвязная, нет логики и нет ясности зачастую. Если говорим про память, у памяти низкий объем памяти, низкая скорость памяти, преобладание наглядной памяти, опять же, то, что увидел, запомнил, и непродуктивность, при этом память непроизвольная. Если говорим о внимании, внимание неустойчиво, очень часто эти дети отвлекаются, внимание снижено, трудность в переключении и распределении внимания, то есть, когда с этим ребенком мы с вами работаем, здесь мы должны обращать внимание на то, что мы нечасто меняем вид деятельности и даем только одну какую-то конкретную задачу. Опять же, при том, когда вы даете инструкцию при выполнении нейроупражнений, на это тоже необходимо обращать внимание. То есть, инструкцию мы опять же даем дозированно, и при этом, когда мы с вами занимаемся, у детей с задержкой психического развития не должно быть моментов, которые их будут отвлекать. Если говорить о движениях, движения нечеткие, нарушены регуляции, и движения могут быть замедленные. Если по поведению это импульсивность, расторможенность, очень часто эти дети агрессивны, негативно относятся к определенным заданиям, и зачастую они бывают плаксивы. Ну и наш последний вид, восьмой, здесь у нас с вами нарушение интеллектуального развития, это умственная осталость, олигоферния, синдром врожденного психического дефекта, или же деменция, у нас идет распад нашей психики. И интеллектуальное недоразвитие. Три категории это идиотия, имбецильность и дебильность. Органическое поражение головного мозга, это тоже у нас идет нарушение, ведет к нарушению высших познавательных процессов и стойкому необратимому нарушению нашего интеллектуального развития. Если мы с вами говорим о восприятии этих детей, то это искажение образов отсутствия перестройки, нет осмысленности, нет целостности, избирательное и поверхностное. То есть то, что их заинтересовало, они могут на это обратить внимание. Если говорим о мышлении, то это нет обобщений, сравнений, оценки, снижено наглядно-действенное мышление, наглядно-образное, словесно-логическое. В принципе мышление оно снижено. Здесь анализ беден и фрагментарен и ребенок не может построить внутренние взаимосвязи. Если мы с вами говорим о речи, то задержка понимания речи, дефицит слов, трудности звуков буквенного анализа, трудностей в синтезе, не развиты фонатические, литическое и грамматические стороны. То есть речь скудная и однообразная. Если мы с вами говорим о памяти, чем ярче мы представим нашу информацию, тем лучше она у нас запомнится и лучше запоминают эти дети многократно повторяемую информацию. То есть постоянную информацию они будут помнить. Если мы с вами говорим о внимании, то уровень внимания у нас низкий, низкая устойчивость, трудность в распределении и замедленность переключения, при этом быстрая отвлекаемость. Если говорить о движениях, то задержка формирования двигательных навыков, очень зачастую бывает низкая двигательная активность, нет точности координации и эти дети расторможены. По поводу поведения они импульсивные, возбудимые, подчиненность слабая, то есть они могут делать то, что им хочется, снижена, иногда бывает снижена самооценка и зачастую дети безинициативны. Еще одна категория это расстройство поведения и общения. Здесь у нас это разнородная группа, в том числе у нас здесь входят дети с расстройством аутистического спектра и синдром дефицита внимания. Как я уже говорила, буквально несколько лет назад больший процент категории детей с нарушениями это были дети с ДЦП. Сейчас к сожалению вообще у нас увеличивается процент детей с нарушениями, но сейчас больший процент детей с нарушениями это дети с СДВГ с синдромом дефицита внимания и гиперактивности и дети с расстройством аутистического спектра. Сейчас там прям вот такое последнее десятилетие большой скачок и большой процент именно детей с этими нарушениями. Ну и в группу с расстройством поведения и общения входят дети у которых психологические особенности ведут к нарушению развития средств коммуникации и социальных навыков. То есть им сложно адаптироваться в социуме. Что же у нас здесь? Восприятие этих детей дезорганизовано, оно фрагментарно, нет целостности, неполная обработка входящей информации. То есть часть входящей информации, которую мы им даем, они не воспринимают. Если мы с вами говорим о мышлении, они не понимают подтексты, то есть намеков и там сарказм и всего подобного, они не понимают трудности общения и абстрагирования. Циклично здесь у нас могут быть периоды активности восстановления, при восстановлении перестают осмысливать информацию. То есть когда мы даем с вами информацию этим детям, мы должны понимать, что это должно быть циклично, что ребенок должен отдохнуть. Если мы с вами говорим про речь этих детей, иногда не понимают значения, могут запоминать большое количество слов, но мало используют в диалоге. У них зачастую развита эхололия, то есть они повторяют то, что сказано другим, не слушают других. Если мы с вами говорим про СДВГ, то здесь у нас задержка развития, недостаточная артикуляция и опять же речь у нас идет из крайности в крайность. Это может быть замедленная либо ускоренная речь. Память это механическое запоминание, снижена память снижена и как я уже говорила, если у нас начинается период восстановления, то у нас здесь происходит забывание информации. Если говорить о внимании этих детей, то это развито непроизвольное, минимум произвольного, лучше воспринимают обращение к другим, замедленность, нет координации, нет концентрации. По движениям, трудности ориентации в пространстве, трудности с разновесием, нарушения тонкой и мелкой моторики, низкая координация и неуклюжесть. По поведению, избегание контактов, закрытость и агрессивность. Если мы с вами говорим про детей с СДВГ, то это говорливость и суетливость, конфликтность, негативизм и у этих детей опять же может быть низкая самооценка. Следующий блок это у нас дети, у которых идет комплексное нарушение. Что же это за категория? Здесь при комплексном нарушении развития наблюдается сочетание двух и более первичных нарушений. То есть это у нас уже комплекс тех блоков, про которые я сказала. Но это вот говорили конечно про нарушения категории и их особенностей можно много. Я сейчас вам сказала основные моменты, на которые необходимо обращать внимание при работе с детьми с ОВЗ для того, чтобы нам проще было во-первых давать инструкцию, чтобы нам проще было работать, а нашим воспитанникам, нашим обучающимся учащимся было проще воспринимать и понимать нашу информацию. Именно для этого был наш первый блок. Это наш первый вопрос. Наш второй вопрос что же такое нейропсихологические игры и их особенности. Этому моменту как я уже сказала уделим небольшое внимание, чтобы как можно больше дать вам именно самих игр самой практики. Если мы с вами говорим о нейропсихологических играх, то это двигательные упражнения, которые задействуют мозг, влияют на концентрацию внимания, памяти, речи и работоспособности. То есть это все те блоки, о которых мы сейчас с вами говорили. Мы прошлись по каждой нозологии и по всем этим блокам. Если говорить о нейроиграх или нейроупражнениях, они помогают провести диагностику развития ребенка психических процессов головного мозга, понять сильные и слабые стороны и улучшить учебные навыки. Это такие наши особенности нейроупражнений и нейроигр, что они помогают, могут помочь провести диагностику, при этом они помогают также по нашей диагностики понять сильные и слабые стороны. И их плюсом является, что если систематически выполнять эти упражнения, то мы можем улучшить учебные навыки. Если мы с вами говорим о принципе, то принцип действия таких упражнений заключается в телесно-ориентированности, то есть эти упражнения у нас направлены на тело, то есть воздействие на работу мозга осуществляется через определенная активность тела. Это еще одна особенность наших нерв упражнений. Большинство ученых отмечают, что манипуляция рук влияет не только на качество речи, как высшую психическую функцию, но и на многие другие процессы нервной системы. Если мы с вами говорим про мозг человека, то мозг человека это очень сложная структура взаимосвязей и импульсов. Он состоит из двух полушарий, каждый из которых отвечает за определенную деятельность. Но это был также еще важным элементом мозга является наше мозолистое тело, которое координирует связь между полушариями. Это опять же еще одна особенность наших нейроупражнений и нейроигр. Но если взаимосвязь между полушариями нарушается, одно полушарие берет на себя большую часть работы, при этом затормаживается развитие другого. Такой дисбаланс приводит к нарушению общего состояния организма. Некоторые функции начинают работать не так хорошо, как хотелось бы. А у детей с нарушениями мы с вами понимаем, что некоторые функции тоже работают уже заведомо до того момента, как мы стали его развивать с нарушениями, поэтому очень важно наладить взаимодействие правого и левого полушария. при помощи нейроупражнений, при помощи нейроигр мы сможем, мы можем с вами это делать. Это, как я уже сказала, нейропсихологические упражнения, они развивают мозолистое тело, повышают стрессоустойчивость, синхронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную деятельность, способствуют улучшению памяти и внимания, облегчают процесс чтения и письма. Это такое заключение, что же особенного в этих наших нейропсихологических играх, что положительного они могут нам с вами дать. Ну и давайте перейдем, это был наш второй вопрос, давайте перейдем к нашему теперь последнему третьему вопросу, наверное, он самый такой интересный, потому что это практика наших упражнений, и начнем мы с первого блока, это дыхательные упражнения, такие упражнения у нас направлены на восстановление нормального дыхания в покое, а также в комплексе с различными движениями, что способствует усиленному снабжению кислородом всех органов и тханей организма, оптимизации тонуса мышц, снижению возбудимости и улучшению общего состояния ребенка, то есть здесь мы подключаем с вами дыхательные упражнения и двигательные движения. Первое упражнение называется воздушный шарик, здесь у нас исходное положение, ребенок стоит или сидит, руки лежат на животе, по команде взрослого вдох, ребенок делает глубокий вдох носом, рот при этом закрыт, мы с вами должны надуть живот как воздушный шарик, затем во время команды выдох, ребенок делает шумный выдох, через рот одновременно с выдохом у нас втягивается живот, то есть здесь мы дышим глубоко, но опять же обращайте внимание, что это нужно делать не быстро, да, и при помощи живота, то есть двигается на живот, при этом идет дыхательная гимнастика. Следующее, второе, это кулак-палец, ребенок сидит или стоит, во время команды взрослого вдох, ребенок делает вдох через нос, при этом рот закрыт, одновременно поворачивая большие пальцы рук вверх, во время команды выдох, да, у нас ребенок опускает пальцы рук вниз, то есть сейчас я вам покажу, да, как это делается, ну, вот таким вот образом, это могут быть у нас ладошки, да, или же это могут быть у нас зажатые кулаки, то есть когда мы делаем вдох, у нас пальцы вверх, да, выдох, мы с вами опускаем пальцы вниз, это могут быть опять же ладошки либо кулаки. Следующее, третье, это кулак-палец, или кулак-палец, да, здесь у нас ребенок опять же сидит или стоит, во время команды взрослого вдох, ребенок делает, так, прошу прощения, это у нас было вот кулак-палец, что я показала, да, следующее, кулак-ладонь, ребенок стоит, ноги на ширине плени, голова прямо, глаза смотрят вперед, руки вытянуты в стороны, но на видео я вам не могу показать, да, руки вытянуты в сторону, у нас будет с вами получаться одна рука ладошкой вниз, а другая у нас ладошкой вверх, только это у нас будет вот таким вот образом, в разные стороны, и здесь, когда у нас ребенок вдыхает, то у нас сначала у нас идет вот так вот, да, вот таким вот образом, одна ладошка вверх, другая вниз, когда он у нас вдыхает, у нас меняется наше положение, то есть другая рука уходит ладошкой вверх, а это уходит ладошка вниз, при этом руки у нас расставлены в стороны, это вот три таких как бы упражнения, да, которые мы с вами можем использовать при дыхательной гимнастике, но их значительно больше, я дала вот вам три таких основные, следующее, это у нас глазодвигательное упражнение, что же у нас здесь, глазодвигательное упражнение, ребенок уже к трем годам, Тамара, о чем вы говорите, при чем тут кулак, я вам говорю, три упражнения, мы с вами смотрим, да, три упражнения, первое упражнение, это у нас воздушный шарик, когда мы с животом работаем, а следующее у нас кулак-ладонь, то есть когда мы с вами делаем упражнение, да, здесь у нас мы сначала переворачиваем, а потом у нас может быть кулак и ладонь, то есть мы выдыхаем, у нас кулак, выдыхаем, мы меняем, вот таким вот образом, у нас кулак-ладонь, два, как бы, два блока, первый блок, когда мы переворачиваем, вот, а второй блок, когда мы меняем на кулак и ладонь, все, следующий момент, глазодвигательное упражнение, здесь мы подключаем глаза, ребенок к трем годам, если у него, естественно, нет нарушения зрительного восприятия, да, он должен оценивать пространство на 180 градусов, прошу прощения, градус у меня сбился, по вертикали и на 180 градусов по горизонтали, и отслеживать это без поворота головы, то есть, когда у нас ребенок смотрит, ну, допустим, прямо, он должен у нас вот видеть вот здесь по сторонам до 180 градусов, очень часто у детей сужено поле зрительного восприятия, если объем зрительного восприятия сужен, то ребенок видит только то, что находится перед ним, то есть, вот у него такое у нас туннельное зрение, да, остальное он замечает только с помощью поворота головы или же всего тела, и здесь, естественно, мы с вами понимаем, что ребенок за счет этого очень быстро устает, и за счет этого он травматичен, да, он не видит других моментов окружающей действительности, за счет этого он может получать у нас травмы. Если мы с вами говорим по глазодвигательным упражнениям, здесь у нас упражнения двигательного репертуара, они у нас происходят постепенное освоение пространства и постепенное освоение собственного тела, после этого у нас идет освоение пространства вокруг собственного тела, здесь мы с вами понимаем, да, что очень часто опять же, это у нас нарушена у детей со зрительным анализатором, с уршением зрительного анализатора, и у тех детей, у кого нарушен опорно-двигательный аппарат. Какие же упражнения у нас здесь с вами есть? Первое упражнение – это зеркало. Что у нас здесь происходит? Опять же, у нас здесь несколько этапов зеркала. Здесь у нас взрослый встает напротив ребенка, а взрослый напоминает ребенку, что если встать лицом друг к другу, то право и лево у нас меняются. По указанию взрослого ребенок должен показать сначала у себя, потом у взрослого левую руку, допустим, правое плечо, левое колено. То есть как бы отзеркалить и понять, что у человека, у взрослого, который находится напротив, лево и право, оно у нас зеркально. Второй пункт этого упражнения – это взрослый показывает движение, ребенок должен их повторить. При этом, если взрослый выполняет движение правой рукой, то ребенок тоже должен отзеркалить и выполнить движение тоже правой рукой. То есть не как мы видим, а сделать это зеркально. Например, взрослый дотрагивается левой рукой до левого уха, ребенок тоже должен дотронуться левой рукой до левого уха. Это у нас второй как бы пункт этого упражнения. И третий – это взрослый ребенок меняется ролями. Здесь у нас ребенок командует и проверяет правильность выполнения для взрослого. Взрослый выполняет задание, и чтобы это задание было более эффективным, то взрослому рекомендуется периодически ошибаться, и ребенок при этом должен заметить это. Следующее второе упражнение – это робот в поисках клада. Что же у нас здесь? Здесь у нас ребенок должен изобразить робота и точно и правильно выполнять команды взрослого. Взрослый объясняет и показывает ребенку, что такое приставной шаг. Ребенок делает шаг одной ногой, потом другой, ногу ставит рядом. Затем взрослый задает и отрабатывает с ребенком, допустим, количество шагов. Вид шагов – это могут большие, средние, маленькие, направление движения – вперед, назад, влево, вправо и так далее. Как мы даем с вами инструкцию? Взрослый говорит, ты будешь выполнять мои команды. Если я скажу шаг вперед, ты делаешь шаг вперед. Если я говорю два шага влево, ты делаешь два шага влево. Если я говорю большие шаги, то ты делаешь большие шаги. А следующее – если ребенок хорошо усвоил это упражнение, взрослый может давать сразу две или три или четыре команды. Опять же, мы с вами смотрим, можно вернуться к той нашей табличке по нозологиям, где, если у ребенка нет возможности воспринимать сразу три-четыре команды, то нашу информацию мы даем дозированно. Это касаемо второго таких двигательных упражнений. Следующее – это развинтие внимания. Здесь тоже у нас такие два упражнения, которые очень быстро воспринимаются детьми. Для развития внимания следующее упражнение. Первое – это сомни листочек. Здесь у нас одновременно двумя руками ребенок сминает два листочка бумаги, а потом разглаживает их тоже обратно двумя руками. То есть вот таким вот образом мы даем ребенку листочек, и он двумя руками поднимает наш этот листочек, чтобы его сжать. Потом мы предлагаем ребенку положить этот листочек, опять же, двумя руками. У нас ребенок должен обратить внимание на то, что он делает это двумя руками. Мы развиваем с вами оба полушария. То есть первое упражнение, упражнение сминания, мы выполняем с вами на весу. Чем быстрее ребенок делает это упражнение, тем быстрее, тем лучше. Чем меньше размер листочка, тем сложнее выполнять упражнение, потому что он его вроде бы смял, но разгладить его довольно-таки уже сложнее это сделать, чем с большим листом. Следующее упражнение – это упражнение у нас замочек. Ребенок складывает руки в замок и крутит большие пальцы вокруг друг друга, то в одну сторону, то в другую. Упражнение максимально быстро, и ребенок должен сосредоточенно смотреть на большие пальцы. То есть это вот таким вот образом, не знаю, видно вам будет или нет, и вот так мы с вами прокручиваем наши большие пальцы. Камера немножко подвисает. Это наше второе упражнение. Я даю сейчас все эти упражнения, которые можно сделать вот прям очень быстро. Следующее упражнение – это упражнение для развития межполушарного взаимодействия. Здесь упражнения улучшают нашу мыслительную деятельность, синхронизируют работу полушарий, способствуют улучшению и запоминанию. Если мы с вами говорим об этих упражнениях, то продолжительность занятий зависит, опять же, от возраста. Это могут быть такие короткие занятия, 5-10 минут. И заниматься лучше будет ежедневно. Именно по 5-10 минут, чем вы посадите ребенка там на полтора часа и заставите его там полтора часа заниматься. Для эффективности комплекс упражнений лучше, если будет от 45 до 60 дней. То есть, если вы 2 месяца занимаетесь, то, естественно, коррекционная работа у нас будет идти лучше. Для результативности необходимо учитывать определенные условия. Да, лучше проводить занятия утром, как я уже сказала, без пропусков. Ребенок должен хотеть быть на занятиях, а мы не должны его заставлять заниматься из-под палки. Упражнения проводятся стоя или сидя, естественно, не лежа. Хотя есть и упражнения, которые можно проводить лежа. И упражнения должны быть не стихийными. Вот мы сейчас решили провести упражнение и проводим его. Это должна быть у нас определенная программа. Следующее упражнение – это колечко. Опять же, это упражнение тоже можно выполнять где угодно. То есть, поочередно, как можно быстрее перебираем пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно указательный. То есть, вот таким вот образом мы с вами делаем. И в другую сторону. То есть, каждой рукой отдельно, а потом мы это делаем вместе. То есть, вот таким вот образом. Упражнение колечко. Вот у вас на экране сама схема. Следующее упражнение – это, наверное, всем знакомое. Кулак, ребро, ладонь. Три положения руки на плоскости. То есть, у нас на плоскости кулак, ребро, ладонь. И здесь у нас сжатая в кулак ладонь, потом ребром на плоскость и распрямленная ладонь на плоскости стола. Выполняется сначала правой рукой, левой, а потом одновременно. Количество повторений 8-10 раз. При усвоении программы или затруднениях в работе можно помогать себе командами. То есть, произносить то, что делает ребенок сначала по вашей команде, а потом он может это произносить самостоятельно. Потом речевую деятельность мы с вами убираем. Следующее упражнение – это упражнение лезгинка. Левую руку сложите в кулак, большой палец оставьте в сторону. Кулак разверните пальцами к себе. То есть, вот таким вот образом у нас мы с вами делаем. Правой рукой, прямой ладонью, в горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу руки. То есть, вот таким вот образом. После этого мы с вами должны сменить наше положение, наши руки. То есть, сделать вот таким вот образом. Вот так мы с вами меняем. И это положение сначала можно предложить ребенку делать это медленно, после чего он должен это делать как можно быстрее. То есть, повторяем мы это упражнение 6-8 раз и добиваемся как можно большей скорости. Вот таким вот образом, как я вам показала уже на экране. Это наша картинка. Следующее еще, это зеркальное рисование. Мы предлагаем ребенку положить на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки по карандашу или фромастеру и начните рисовать одновременно обеими руками. То есть, зеркально-симметричные рисунки, буквы. И при этом в выполнении упражнения вы должны почувствовать, как расслабляются глаза, руки. И когда деятельность оболы и их полушария синхронизируются, то заметно увеличивается активность работы всего мозга. Если ребенок не готов сначала как бы зеркально сам придумывать рисунок, то мы можем взять с вами уже готовый симметричный рисунок. В интернете их достаточно. Можно скачать. У нас этот рисунок поделен ровной осью по середине. И ребенок двумя руками уже рисует. Заданный рисунок потом можно ему опять же двумя руками одновременно предложить расспрасить. Следующее – это ухо-нос. Да, ну, наше уже, наверное, всем знакомое и знаменитое упражнение. То есть, левой рукой мы беремся с вами за кончик носа, а правой – за противоположное ухо. То есть, одновременно мы с вами отпускаем нос и ухо, хлопаем в ладоши, да, и дальше мы делаем это же. То есть, меняем руки. Сначала мы с вами можем делать, предложить это ребенку делать без хлопка, а после мы с вами это делаем уже с хлопком. Следующее упражнение – это упражнение «Змейка». Здесь скрещиваем руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в замок, выверните их к себе, да, и, то есть, вот таким вот образом, да, здесь каждый палец у нас вот таким вот образом мы с вами делаем наши руки, да, и каким пальцем, вы говорите, ребенок этим пальцем должен у нас двигать. Ну, не совсем видно у нас на камеру. И прикасаться к пальцу нельзя, да, последовательно упражнения должны выполнить все пальцы рук. То есть, вот таким вот образом, да, мы выворачиваем с вами руки и двигаем нашими пальцами. Следующее – это горизонтальная восьмерка, да, упритесь языком во рту в зубы, стараясь их вытолкнуть, расслабьте язык, повторите 10 раз. То есть, мы с вами нажимаем, да, потом то к левой, то к правой руке и, удерживая кончики языка за нижними зубами, выгляните его горкой, расслабьтесь. А следующее – вытяните перед собой правую руку, да, на уровне глаз, пальцы сжаты в кулак и оставьте вытянутым указательный и средний, да, палец. То есть, нарисуйте в воздухе этими пальцами знак бесконечности как можно большего размера. Когда рука из центра этого знака пойдет наверх, начните слежение не мигающими глазами, устремленными в промежуток между окончаниями этими пальцами и при этом голову не поворачиваем. То есть, вот таким вот образом мы с вами рисуем, да, но камеры не хватает, чтобы это все увидеть. Те, у кого возникли трудности в прослеживании, да, допустим, напряжение, частое моргание, должны запомнить отрезок и после этого увеличивать этот отрезок. Здесь мы с вами одновременно должны следить глазами за движениями пальцем по траектории, горизонтальной восьмерки и языком. Еще очень интересное упражнение – это струб-тест или тест струба. Глядя на эти слова, это, опять же, если у нас уже ребенок умеет читать, вы должны назвать цвет, которым написан текст, а не сам текст. Здесь у нас тоже упражнение делается на скорость. Следующее – это алфавит и движение. Упражнение алфавит движения развивает скорость, восприятие букв, снижение артикуляции при чтении. Здесь у нас побочным эффектом идет увеличение скорости чтения. Также у нас с учетом ансинхронных движений провоцирует взаимодействие левого и правого полушария. Является хорошим вариантом, опять же, общего развития ребенка. Каждая таблица содержит полный алфавит. Суть заключается в том, что ребенок громко произносит букву каждой клетки и поднимает соответствующую руку. П – правая, Л – левая, О – обе. Сейчас мы с вами посмотрим таблицу. В более сложном варианте здесь используются руки и ноги. Верхнюю букву называем, да, среднее – это движение руки и нижнее – это движение ноги. То есть у нас подключаются еще и наши ноги. Это первая таблица, да, то, что у нас, я говорила, да, алфавит и рука. Внизу у нас рука, вверху алфавит. А следующее – это у нас уже подключается нога. Третья строчка – это нога. А следующее, ну, в нашу жизнь входит все новшество, да, допустим, поп-ит, так называемый. Его тоже дети очень любят и можно использовать, допустим, кто быстрее. Если вы занимаетесь в паре, либо если даже вы занимаетесь индивидуально, вы предлагаете ребенку, да, допустим, делим наш поп-ит пополам, и кто быстрее нажмет наши точки, допустим, кто все точки наши вогнет в другую сторону. А следующий момент – это повтори фигуры, да, при помощи нашего конструктора. Мы детям тоже предлагаем повторить фигуры или повторить ряд. Если ребенок будет это делать, опять же, одновременно двумя руками, то мы с вами понимаем, что у нас здесь подключается межполушарное взаимодействие, и наши нейронные связи начинают работать. Ну, в общем плане, то, что я хотела вам сегодня дать, да, три наших пункта, о которых мы говорили с вами раньше, мы просмотрели. Надеюсь, информация была интересна, возможно, какие-то, ну, упражнения вы используете в своей деятельности, возможно, какие-то были для вас новыми. Но если есть какие-то вопросы, я сейчас посмотрю в папочке «Вопросы», ну, вот, в вопросах ничего не вижу. Надеюсь, информация была интересна и полезна. Но на сегодня у меня все. Смотрите, Дмитрий, какие инструменты и методики наиболее эффективны для оценки прогресса детей ОВЗ в процессе использования игр? Смотрите, что именно вы имеете в виду, какие инструменты? Ну, по большей части это именно те, то тестирование, которое подходит ребенку по возрасту. Естественно, мы смотрим так, чтобы протестировать ребенка и убрать те элементы, да, которые будут отражать его нарушения. То есть мы тестируем ребенка по тем методикам, которые комфортны и нам, и ребенку. Прямо какие-то вот такие вот стандартные методики, по которым мы тестируем, естественно, нет. И для прогресса, естественно, мы делаем входную диагностику и диагностику на выходе. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Если есть еще вопросы, я готова ответить. Ну, насколько я вижу, вопросов пока нет. Если они возникнут, я отвечу вам. Вы можете писать вопросы, пока Татьяна Леонидовна будет завершать. Я отвечу вам, может быть, в личку. И на сегодня у меня все. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok